Всем здравствуйте! Вы на канале Мисс Карина Зав, Мир глазами женщины. Меня зовут Карина, я автор этого канала. На дворе сентябрь, и значит, что пора, наступило время, отснять видео о пустых баночках августа. Поэтому, кому интересна такая тематика, и кому интересна такая тематика о закончившихся продуктах именно в моем исполнении, то, конечно же, добро пожаловать к экранам, добро пожаловать ко мне в гости на канал. Давайте послушаем именно от меня, от моего лица, все то, что закончилось у меня, то, что я вам хочу посоветовать, а то, на что я вам хочу вообще закрыть глаза, чтобы вы этого не видели, не слышали, никогда не брали. Начну, конечно же, наверное, со средств, которые помогали мне в хозяйственных нуждах, в уходе за домом, при стирке. Начну вот с такого средства. Это силитбэнк, мощное средство антипятных гигиена. Я думаю, что каждая хозяйка знает все те места в доме, которые всегда должны содержаться в чистоте. Это, конечно же, ванная комната, это туалет, это раковины на кухне. И поэтому вот это средство нам в помощь. Неплохое, конечно, не совсем уж, я бы сказала, бюджетное. Может быть, и не то, что прям бьет по карману, но все-таки есть средства более дешевые, но, может быть, даже и более действенные. Но на безрыбье и рак рыба, поэтому все, что попалось под руку, то и использовала в уходе за домом. Для стирки у меня на этот раз в августе закончилось вот такое средство. Ленор – это кондиционер для белья, большой бутылек. Литр, да? Да, литр. На этот раз это была скандинавская весна. Хотя, знаете, я все время думаю, вот здесь вот пишут, что это суперконцентрат. По моему мнению, концентрат – это то вещество, которое нужно очень уж хорошо разбавлять. Но я вот этот вот кондиционер добавляю достаточно хорошо так в стиральную машинку. И я не знаю уж, какое там разбавление еще должно быть. Поэтому вот на эту пометку я всегда не смотрю, не обращаю внимания. Для меня это просто кондиционер и кондиционер. Я думаю, что те, кто смотрит мой канал давно, знают, что когда я стираю кухонные полотенца, предварительно я их замачиваю. Замачиваю в таком средстве, как горячая-горячая вода, отбеливатель, стиральный порошок и подсолнечное масло. И поэтому для именно такого действия мне всегда нужен вот такой вот отбеливатель. Я не скажу, что обязательно нужен вот такой вот босс, и другой никакой не подойдет. Просто для меня он самый, мне кажется, подходящий, во всем меня устраивающий. И поэтому, если вы еще не пробовали такое средство для кухонных полотенец, то попробуйте, может быть, вы меня впервые смотрите, и, может быть, вам на глаза в интернете не попадалось именно вот такой вот процесс удаления пятен и стирки кухонных полотенцев, тогда попробуйте, и, может быть, именно босс вам тоже будет в помощь. Быстренько-быстренько пробегусь по влажным салфеткам. На этот раз закончились вот такие вот влажные салфеточки. Это вот такие упаковки влажных салфеток, 60 штук. Я их, по-моему, всегда беру в магните. Вот такие белые упаковочки. Вот такая упаковочка банни. Это свекровь передавала в подарок Серафимке. И, конечно же, вот такая красочная упаковка, которую мы с собой всегда носим в сумочке, когда с Серафимом идем гулять. Во-первых, радует глаз. И, во-вторых, очень даже качественные салфетки из хорошего материала, из хорошей пропиткой. А что немаловажно, когда идем на улицу гулять, и, конечно же, требуется всегда то вытереть то лицо, то коленки, то руки. И раз уж я так о салфеточках сейчас проговорила быстренько, то еще быстренько скажу пару слов. Расходный материал – это ватные диски. Ну, куда без них, конечно же, у женщины, я думаю, что не только две упаковки, а то и глядитовое более заканчивается. Потому что то макияж снять, то какие-то масочки сделать, то какие-то компрессы, примочки и прочее. Да и, впрочем, и для снятия лака тоже необходимы ватные диски. Поэтому вот этот расходный материал тоже быстренько утилизирую в мусорное ведро. В августе месяце у меня закончились два геля для бритья. А точнее, даже я неправильно сказала, не у меня, а у меня и у мужа. Вот такие два бутылька идут на выброс. Это Soft Touch от Arca для женщин. Тропическая свежесть, манго и мандарин. Очень неплохой гель, нежный, приятен в использовании, поэтому я советую. И вот такой вот от Black Star Arca Man гель для бритья. Вот в такой вот замечательной упаковке защитного цвета хаки. Мужской вариант. На этот раз вот такие вот гели для бритья. И помимо геля для бритья, я еще использовала крем для депиляции. Вот такой вот флакончик выбрасываю. От Evelyn. Био Деппил 3 минуты экспресс эффект. Крем для депиляции, для сухой чувствительной кожи. Он меня во всем устраивает. К тому же вот такой вот замечательный маркетинговый ход. 25% бесплатно. Видите, сам вот такой вот тюбик гораздо таки длиннее, чем обычно. Мы берем вот крем для депиляции. Так что могу тоже советовать. У меня никакого раздражения не вызывает. Я использую для удаления волос на руках. Немножечко давайте пройдемся по продуктам мужским, которые закончились. У мужа закончилось аж два дезодоранта. Пошерстил у него там на полках. Думаю, что-то стоят. Он то одним пшитнется, то другим. В результате у него очень долго они как-то заканчиваются. И тут я обнаружила, что аж два дезодоранта нужно выбросить. Ну, точнее, не два дезодоранта выбросить, а два флакона из-под дезодоранта. Это от Деоника, который очень ему понравился. И я ему в Магнит Косметик уже купила на смену два очередных бутылька. Вот этот идет на выброс Max Protection 5 в 1. Поэтому обратите внимание, если вы еще для мужчин не покупали вот такие вот дезодоранты, может быть, стоит обратить внимание. Мужу очень понравилось. И от Гарнье Минерал эффект чистоты антибактериальный 48 часов. Вот такой вот закончился. И знаете, если сравнивать, раньше все время у меня муж нахваливал дезодоранты именно от Гарнье. Теперь он сказал, что Деоника мне понравилась гораздо больше. И раз я о дезодорантах... Ну, и раз о дезодорантах я поговорила, о мужских, давайте еще и о женских поговорим. У меня закончился, совсем там на донышке осталось, дезодорант от Фаберлик серия Ля Крем. Вот такой вот розовенький, который идет с миндальным молочком и молочными протеинами. Могу сказать, что он такой сладенький. И если правильно его наносить, а именно нанести не слишком жирным слоем, если такое уместно сказать, и немножечко дать времени, чтобы это все высохло, только потом одевать одежду, то действительно никаких пятен не остается и защищает довольно-таки неплохо. Кончился дезодорант, который сейчас для меня в приоритете, и я его люблю гораздо больше, чем от Фаберлик. Это дезодорант от марки Дефанс, если я правильно читаю Дефанс. 48 часов, антиперспирант. Именно вот такой вот голубой, Эктив Фрэш, ультразащита на весь день. Он защищает, не оставляя следов, без спирта, без парабенов, осталось вот совсем на донышке. Я, мне кажется, за всю свою жизнь, когда я использовала дезодоранты, вот так вот дезодоранты аж прям до донышка использовать, мне кажется, никогда у меня такого не было. Но вот этот очень мне понравился. И вот такие вот дезодоранты, я уже упоминала, я увидела только в магазине Улыбка Радуги. Если вы там бываете, если в вашем городе есть такой магазин, то загляните, возможно, попробуйте вот такой дезодорант, но именно вот такой голубой. Они бывают разные, вот я взяла вот такой голубой и менять его на другие уже не хочу. Дезодорант от Рексона, который я просто выбрасываю, срок годности закончился, но я его практически не использовала. Каждый раз я порываюсь в магазине, поиспользовать что-то новенькое, взять для себя что-то интересное. Мне нравится аромат, очень уж прям приятный. Но почему-то каждый раз, как только я использую Рексону, у меня начинают, знаете, какие-то шишечки в подмышечных впадинах появляться. Я это объясняю, что воспаление лимфоузлов, то есть подмышки не воспринимают именно дезодорант Рексона. И это несмотря на то, что я всегда называю свою кожу слоновией. У меня крайне редко бывают какие-то раздражения, какое-то отторгание крема, дезодоранта, лосьона для тела. Но вот почему-то с Рексоной у меня никогда не складывалась вот дружба. Поэтому вот постоял у меня и просто выбрасываю. У Серафима закончилась зубная паста Умка. Это, наверное, была его первая зубная паста, когда мы начинали чистить уже зубы. Я ему взяла с первых зубиков. Называется зубная паста для малышей от нуля до трех лет. С экстрактами липы и зерен овса. Так что вот уже доиспользовали до конца, уже измяли весь флакончик. Пора выбрасывать. Две полосочки от Пропеллер для очистки носа. Я о них уже упоминала довольно-таки часто. И даже у меня есть специальное видео о марке Пропеллер, вот о таких полосочках. И еще использовала корейскую масочку тканевую для лица. Потому что чаще всего сейчас почему-то использовала именно маски от Avon. Либо любые другие, которые нужно наносить на лицо в виде крема, которые засыхают. Но вот решила, что нужно какое-то разнообразие. Немножечко так ассортимент свой распотрошила. И попробовала вот такую вот еще на лицо тканевую масочку нанести. Это для увлажнения, если я правильно помню вот этот вот перевод с капелькой. Потому что они у меня есть, корейские масочки, вот такие вот разные. Но они без всякого перевода идут. Помню, у меня муж телефоном наводил переводчиком, чтобы определить, какая маска для чего нужна. Несмотря на то, что я использую в макияже карандаш для бровей. Потому что есть проплешинки все-таки в бровях. Решила вспомнить былое. Взяла в магазине вот такую вот стойкую крем-краску для бровей и ресниц. От эффект колор. Вот такой вот. Вот такая вот упаковочка, которая идет с маслами органы и репейника. Без запаха не содержит аммиак. Что могу про нее сказать, про эту вот краску? Конечно, краска вам не закрасит кожу под бровями. Что мне очень бы хотелось. Потому что, когда существуют проплешинки, очень хочется, чтобы еще и кожа немного прокрасилась. Чтобы уж более целостно брови выглядели. Но, увы, эта краска не прокрашивает кожу. Может быть, для кого-то это наоборот плюс. Цвет мне подошел. Я брала цвет коричневый в оттенке. Очень ярко выглядит. Действительно, волоски становятся насыщенными. Но у меня продержалась эта краска на бровях буквально, наверное, дня 4. И дальше потом пришлось опять-таки опускать в ход карандаш. Причем почти на все брови, чтобы как-то они поярче выглядели. Но, в целом, ухудшений каких-то, знаете, чтобы выпали волосы из бровей, ничего этого не произошло. Поэтому здесь все в порядке. Но я считаю, что вот такая вот краска для бровей и ресниц, которую мы используем дома самостоятельно, это всего лишь, наверное, для баловства нашего. Закончился срок годности, простаивает, мне кажется, уже давно у меня в ванной комнате, вот такой вот спрей для тела от Фаберлик. Я соблазнилась на этот спрей и взяла его в одном из своих заказов только потому, что мне в свое время очень нравились спреи для тела от Эйвен. Но вот этот я не могу сравнить со спреем от марки Эйвен, потому что он держится буквально вот несколько минут на теле, я имею в виду, держится аромат. Ничего такого он не привносит для моей кожи, я не заметила. И поэтому я вот этот вот витаминный мист киви-авокадо просто-таки выбрасываю. Я не знаю, где его еще можно использовать, куда его можно применить, поэтому что будет простаивать, просто выброшу. Закончилось чайное дерево. Очень универсальное средство и по уходу за кожей, и при простудных состояниях, и для полоскания горла. Поэтому вот у меня очередной бутылек закончился, и очередной уже стоит новый, открытый на полочке. Еще одно из средств, о которых, наверное, следовало бы рассказать в группе по уходу за домом, это пятновыводитель 5.0. У меня не было в свое время ваниш выводить пятна, и поэтому я решила в магазине взять что-то, чем можно было бы выводить более ядреные пятна, чем, ну, бывают вот обычно ежедневно мы ставим, да, какие-то пятна. А бывает так, что засадим пятно, так засадим. Особенно сейчас у меня Серафим катается постоянно на горке, а эта горка у нас металлическая, ее то водой забрызгают, то она проржавела уже вся. И поэтому мне приходится предварительно чем-то обработать еще его штанишки, а потом уже положить в стиральную машину. Поэтому я взяла вот такой пятноль, он подходит и для цветных вещей. Бережное отношение. Я не видела на одежде ничего такого, чтобы он прям вредного приносил, никаких разъеданий, никаких дырок потом не образуется, никакого выцветания при процессе выведения пятна. Поэтому, возможно, вот стоит и вам обратить внимание, вот такое вот средство и минимальный расход, но при этом помогает при стирке именно вот таких вот проблемных вещей. Ну, немножечко о декоративной косметике. Она у меня крайне редко заканчивается, потому что я ее сейчас крайне редко покупаю. Я уже пришла, по-моему, к тому минимализму, о котором мечтают многие женщины, и которого многие женщины даже боятся. Поэтому я выбрасываю от Ева Мозаик неплохие тени, очень пигментированные. Вот такая вот палетка, потому что закончился срок годности, да и, впрочем, я использовала из этой палетки только вот такой вот желтый насыщенный цвет. Поэтому не считаю нужным его хранить до января 2017 года. Вы можете себе представить, срок годности был. А в целом от Ева Мозаик косметика мне очень нравится. И я бы вам посоветовала, посмотрите на полочках в магазинах, если есть такие стенды от Ева Мозаик. Действительно, косметика очень неплохая и довольно-таки интересные экземпляры можно выискать у этой марки. Буржуа, мои любимые оттенки, сиренево-фиолетовые, тени у меня, тени закончились. Ну, как закончились, выбрасываю, потому что тоже срок годности до июля 2019 года. Но я понимаю, что в последнее время, как только я наношу их на глаза, я понимаю, что у меня начинают щипать глаза. Поэтому я так предполагаю, что, наверное, все-таки они немножко испортились. И, наверное, может быть, все-таки не просто так оставляют наклеечки вот на таких вот продуктах о сроках годности. Раз уж поиспользовали некоторое время, поелозили там кисточками или спонжами. А в дальнейшем все-таки обращайте внимание, нет ли негативного воздействия на кожу, на слизистую глаз. У меня вот такое вот начало проявляться, поэтому я подумала, надо избавиться. Вот, я отсняла все то, что хотела отснять, рассказала обо всем, что хотела рассказать. Потому что надо уже как-то немножечко расчистить территорию и подготовиться к пустым баночкам сентября. Хочу вам пожелать удачных покупок уходовых и декоративных средств и средств по уходу за домом. Чтобы вы не разочаровывались, а только радовались новым приобретениям. Конечно же, хочу пожелать здоровья, так как наступает осень. Не забудьте, простудные заболевания сейчас начнут нас одолевать. Не забудьте выбить противогриппозные какие-нибудь препараты. Подстрахуйтесь, все-таки поберегите себя. И пусть ваша жизнь будет легкой, как перышко. Пока-пока.